В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте! Сегодня в программе. Есть ли угроза подтопления в Карагандинской области? Каковы прогнозы спасателей? Отмечается небольшой подъем уровня на юге, а также в востоке области. Наблюдается спад на севере и западе нашей области. На реке Щирубайнура до сих пор сохраняется опасная ситуация. Вторая крупная кража золота из торгового дома за месяц. Ущерб на этот раз 2 миллиона тенге. Нерадивый вор попал на камеру видеонаблюдения. Отец-одиночка, воспитывающий дочь с диагнозом ДЦП, просит о помощи. Писал заявление, что попасть в Валблак. Дольше работаю, 20-30 лет. Думал, куда попасть. Обо всем более подробно. В Карагандинской области сохраняется паводкоопасная ситуация. Сейчас в регионе идет сброс воды из водохранилищ. Специалисты КАЗ Гидромета беспокоены поднимающимся уровнем воды в реке Щирубайнура. Пока затопления домов нет. Судя по оптимистичным прогнозам специалистов, при сохранении стабильной погоды без осадков, Караганда минует опасный период за 10 дней. Подробности далее. Опасность сохраняется вблизи реки Щирубайнура, Антамаксского, Кингирского и Самаркандского водохранилищ. Сейчас тревожная ситуация сохраняется в селах Шетского района. За последние несколько дней вода уже топила поселок Муэнте. Вода зашла в 20 дворов. Дома и люди не пострадали. Также тревожно в селах Карамурон и Красная Поляна. Все службы ведут постоянный контроль за ситуацией. Департамент ПОЧС в круглосуточном режиме, в усиленном режиме сейчас работает. Вчера получили сказ-гидромет последние сведения. Там указано у нас некоторые реки. Уровень поднимается. В связи с этим у нас наблюдательные посты усилены. Во всех опасных зонах выставлены посты. Гидрологи наблюдают уровень воды 4 раза в день. Температура воздуха также под контролем. Несмотря на стабильную ситуацию, специалисты КАЗ Гидромет советуют быть бдительными. На реке Щирубайнура до сих пор сохраняется опасная ситуация. Там у нас расположены два поста. На реке Шопан уровень, хоть и в пределах опасного, но до сих пор остается высоким. А на реке Щирубайнура, поселок Карамурон, разъезд, уровень превысил опасную отметку. Погода в ближайшие дни обещает быть пасмурной. На территории области пройдут дожди. В северной части региона ожидаются усиление ветра, туман и гололед. Температуры мы пока на ближайшие пару дней ожидаем 0,5 тепла, на юге до 8 тепла. Температуры днем будут прогревать 3,8 по области, на юге до 13 тепла. Но вот уже с 9 апреля мы ожидаем осадки. Погода может быть обманчива и жителей области ждут сюрпризы, обещают синоптики. Специалисты ДЧС призывают граждан быть осторожными, не выходить на лед и не гулять вблизи опасных водоемов. Аймамрина Жаксылык Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Отец-одиночка Арман Жакрыпов просит помощи. Он один воспитывает дочь, страдающую ДЦП. Малышке нужен постоянный присмотр, из-за чего мужчина не может выйти на работу. Сейчас семья из двух человек живет в съемной квартире на одно пособие девочки. 50 тысяч из 60 уходят на оплату жилья. Арман мечтает о собственном жилье и хочет отдать дочь в интернат для дневного пребывания. Почему отец и дочь живут в плачевных условиях, выясняла Аймамрина. Это шестилетняя малышка Зарема Жакрыпова. У нее страшный диагноз – ДЦП. Правда, родилась девочка абсолютно здоровая. По словам отца, такой она стала после прививки в 11 месяцев. Сейчас за Заремой ухаживает один Арман. Они потеряли маму в 2011 году. Раньше Арман работал, а за девочкой ухаживала бабушка. Но вскоре и ее не стало. Мысли оставить ребенка в детдоме не было, потому что я не могу своего ребенка оставить. Находясь как бы далеке, будет сложно. Ей и мне в разлуке. Поэтому как бы не было там трудно. Ну, это не столько тяжело, сколько трудно. Просто свое, конечно, не тяготит своя ноша. Зарема едва висит 15 килограммов. Девочка очень эмоциональна, но в физическом плане – пассивна. Она практически не пытается делать самостоятельные шаги. Оставить ее без присмотра Арман не может. Поэтому и вынужден сидеть дома без работы. А тем временем у семьи накапливаются долги. Ведь единственный их доход – пособие малышки. Да и съемное жилье опустошает карманы. Отец уже собрал документы для интерната, в котором девочка сможет находиться днем. Но попасть туда нелегко из-за большой очереди. Мы стоим на очередь на жилье. Я понимаю, что наша очередь продвигается максимально быстро. И у нас категория таких людей, что малоимущие семьи, воспитывающие детей инвалидов. Была раньше мать жива, жили в общежитии. Сейчас один-два года уже почти. И поэтому тяжело, и способие приходится платить за жилье. Также Арман собирается отвезти за Риму в Челябинск. Для прохождения терапии. Деньги ему собрали неравнодушные граждане. Отец не упускает ни одного шанса хоть как-то помочь своей дочери. А имамрина Исламбекоспан Александр Цирикидзе – первый карагандинский. В Караганде забыли о памятнике школьникам, которые после выпускного в полном составе вместе с педагогами ушли на фронт. Почти все погибли на фронтах Великой Отечественной. Домой после победы вернулись единицы. На сегодня в живых не осталось никого. Тем временем обелиск памяти героическому классу рушится на глазах. А ремонтировать его некому. Подробности далее. Ну, везде говорят, что это памятник стоит на территории школы. И как бы школа должна о нем заботиться. Школа маленькая, финансирование, бюджет тоже не располагает. Памятник воздвигнут на территории школы номер 13 в Майкудуке. В советское время она называлась школа номер 12. Сейчас за стеллой ухаживают только педагоги. Каждую весну они подкрашивают и обновляют надписи на нем. В 1941 году из этих стен на фронт ушли 43 человека. Это выпускной класс вместе со своими учителями. Живыми вернулись единицы. В 2005 году, 11 лет назад, уже силами Акимата Октябрьского района был построен тот монумент, который мы видим. Но построен с нарушениями технических норм, стандартов. И время делает свое дело. Сейчас памятник в плачевном состоянии. Он нуждается в хорошей реставрации. Не в той, которую мы в состоянии делать сотрудники школы, работники школы. А нуждается в хорошем ремонте. Проблему разрушения памятника впервые подняли родители. Они уже обращались в несколько инстанций. Но ответа так и не получили. В управлении городскими парками и скверами ответили. Раз памятник на территории школы, то и ухаживать должны учителя. Ухаживаем как можем, но хотелось бы, конечно, чтобы стояла какая-то более-менее достойная стела с таблицей. Чтобы были фамилии этих учеников, чтобы не забывалась память. Чтобы облагородить вокруг этого памятника территорию, хотя бы свет и лавочки нам. Памятник школьникам, ушедшим на фронт в 41-м году, находится в плачевном состоянии. Администрация школы ухаживает за ним как может. Родительская общественность просит чиновников и спонсоров откликнуться и помочь им отреставрировать стеллу. Ведь никто и ничто не должно быть забыто. Аймамрина Исламбеку Спан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Продолжаем выпуск. Караганда – один из немногих городов в стране, где по сей день существует улица Ленина. Но вполне возможно, что в скором времени она будет носить имя Алихана Букиханова. Подробнее в сюжете. Группа карагандинцев выступила с инициативой переименовать улицу Ленинов Алихана Букиханова. Они считают, что улицы города должны носить имена великих деятелей казахского народа. Я думаю, все-таки будет правильно сменить название улицы Ленина на улицу Алихана Букиханова. Однако следует напомнить, что в стране действуют моратории на переименование. И сейчас власти не могут принимать никаких решений касательно переименования улиц города. У нас на руках есть заявление с просьбами карагандинцев переименовать улицу Ленина. Но пока действуют моратории, мы принимать никаких решений не будем. Он закончится в этом году. Тогда и будем решать, как поступать. Алихан Букиханов родился в Центральном Казахстане. Он казахский общественный деятель, преподаватель, журналист и один из лидеров партии Алаш-Арда. Он написал немало трудов, посвященных казахскому народу. Нурсахан Бесимбекова с 1995 года борется за то, чтобы улица Ленина была переименована. За это время было написано немало заявлений и собрано подписи людей, поддерживающих эту идею. Но безрезультатно. Однако в этом году в честь 150-летия великого казахского деятеля Нурсахан Бесимбекова верит, что ситуация может измениться. Я считаю, что улица Ленина должна быть переименована. Речь идет не о других улицах, а именно об этой. Почему имя человека, который не признавал наш народ, должно быть на наших устах? Алихан Букиханов был великий человек. Он заслуживает, чтобы в честь него была названа одна из улиц нашего города. Решение о смене названия улицы будет принимать комиссия, учитывая мнение населения. Стоит отметить, что документы при этом жителям улицы Ленина придется менять за свой счет, что доставит немало хлопот карагандинцам. Екатерина Афанасьева, Исламбекаспан, Александр Церекидзе. Первый карагандинский. В Караганде малыш выпал с балкона девятого этажа и разбился насмерть. Трагедия произошла на юго-востоке в одном из жилых многоэтажных домов по улице Приканальная. Со слов очевидцев, мальчик стоял на балконе вместе с какой-то женщиной. В момент падения та не успела удержать его, и мальчик сорвался вниз. По информации ДВД области, сейчас данный факт расследуется. По данному факту материал зарегистрирован, проводится предварительное расследование. Еще одна кража ювелирных изделий произошла в Караганде. Преступление совершено в обеденное время, 3 апреля, в торговом доме Грандстор. Преступник выкрал золотые изделия на 2 миллиона тенге. Пропажу заметили почти сразу, но поймать вора по горячим следам не удалось. Сейчас владелец бизнеса назначил вознаграждение за его поимку. На этой полке стояла такая планшетка с золотыми украшениями, там сережки, 44 изделия было. Пока я отвлеклась вот в этой стороне, планшетка исчезла. Так продавец рассказывает о краже. Альбина Нигматулова работает в этом ювелирном бутике 3 года. В момент преступления она находилась на рабочем месте одна. Второй продавец была на обеденном перерыве. Видео кражи зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах отчетливо видно, как преступник протягивает руку и забирает планшетку с украшениями. В случае, если вора не поймают, девушкам придется выплачивать двухмиллионный ущерб. Мы полностью материально ответственное лицо. Ну, надеемся, что наши сотрудники полиции будут работать и найдут, потому что лицо полностью видно. Ну, как бы он не скрывался от камеры. Возраст там, ну, вообще полностью, там даже не фоторобот мы не составляли камеры. Полностью видно его внешность. На видео также заметно, как мужчина долго кружит по торговому дому, затем останавливается именно у понравившегося бутика. Его отпугивают прохожие покупатели. Он долго стоит около витрины, а затем, воспользовавшись моментом, достает планшет и засовывает его в куртку. Продавщица опомнилась спустя пару минут после кражи. Владелец бутика написал заявление в полицию и теперь ждет результатов. Также он готов заплатить за сведения о местонахождении преступника 200 тысяч тенге. Специально пришел, вот именно, вот ждал момента и взял и ушел. Спокойно даже, даже. Там три секунды, если по камере посмотрите, три секунды. А простой человек, он все равно будет мешкаться. Это так, это нет. Тем более он дотянулся. Это профессиональный вор. Полиция уже занялась поисками нерадивого воришки. В случае, если у кого-нибудь есть дополнительная информация, просьба звонить по номеру 102. Аймам Рина Жахсалах Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. За сутки сотрудниками полка дорожно-патрульной полиции по горячим следам раскрыто два факта грабежа чужого имущества. 5 апреля в полицию обратилась 64-летняя жительница города и сообщила о том, что неизвестные открыто завладели ее деньгами в сумме 12 тысяч тенге и сотовым телефоном. Личный состав полка и в ходе разыскных мероприятий с помощью видеонаблюдения Центра оперативного управления УВД города Караганды установили и задержали троих жителей города, которые дали признательные показания. Другие злоумышленники открыто завладели 10 тысяч тенге 73-летней пенсионерки. Бабушка заявила о том, что в Михайловском секторе города трое неизвестных, ударив ее по голове, завладели деньгами. Сотрудниками автопатруля номер 1743 по горячим следам задержаны двое – 35 и 29-летние жители города. Они дали признательные показания, вещественные доказательства изъяты. По двум фактам проводятся досудебные расследования по статье «Грабеж чужого имущества». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Отработали в ближайшей территории. По проспекту строителей в парке, аллее, нам было замечено подозреваемые, которые передавал потерпевший. После чего их оперативно задержали. После чего на месте прибыло потерпевший, который опознал их преступников. На месте была приглашена следственная оперативная группа и госслужащего отдела, которые на месте изъяли вещественные доказательства. К другим новостям. Куда поступить после школы и где продолжить обучение выпускнику колледжа? Не ошибиться в выборе помогают общественные объединения движений молодежи за будущее Казахстана и областное управление образованием. В Караганде 6 и 7 апреля пройдет выставка вузов и колледжей. Для тех, кто собирается поступать в высшее и среднеспециальное учебное заведение, рассказали об интересующих специальностях и посоветовали, где можно получить образование. Подобная выставка проходит с 1999 года. Постоянными участниками являются представители карагандинских учебных заведений, Карагандинский государственный технический университет представил сегодня 40 специальностей. 35 преподавателей объясняли и предлагали школьникам свои образовательные услуги. Мы участвуем в выставке уже не в первый раз. У нас открылась новая специальность – транспортная техника и система логистики. Многие школьники интересуются именно этим профилем. К нам приходят не только школьники, но и выпускники колледжей. Наши преподаватели с каждого факультета представляют свои специальности. Калининградский государственный технический университет на выставке вуза впервые. Но в Караганде многие знают – это учебное заведение. Из Казахстана там учатся около 300 студентов. В настоящий момент в целом в Калининградском государственном техническом университете, а это университетский комплекс, состоящий из четырех учебных заведений, самого университета, Балтийской государственной академии, где готовят специалистов для моря. Это два колледжа, один из них – это старейшее учебное заведение Санкт-Петербурга. В настоящий момент обучается 14,5 тысяч студентов. Среди них достаточно много их организмов. Представитель из Калининграда утверждает, что вуз гарантирует стопроцентное трудоустройство. Сам Дмитрий Альшевский предлагает школьникам поступать на технические специальности. После окончания каждому молодому специалисту поступают предложения от нескольких работодателей. У выпускников есть большой выбор профессий. В основном 95% поступающих – это те ребята, которые поступают на бесплатное обучение, на так называемые гранты. Это обучение позволяет получить образование бесплатно, при этом ребята получают стипендию и есть возможность проживания в общежитии. Общежитие представляется. Данное мероприятие призвано помочь выпускникам школ определиться с выбором специальности и места будущего обучения. В проект вовлекаются все вузы и колледжи Алматы, Астаны и России. Мы начали проводить это мероприятие, так как уже видели, что нашим выпускникам есть заинтересованность получить информацию о высших учебных заведениях, о колледжах, о их специальностях в одном месте. И с каждым годом, конечно, количество участников увеличивается. Кто-то подходил к конкретным вузам и знал, на какую специальность хочет учиться. А те, кто еще не определился с выбором, с интересом слушали представителей разных университетов. Например, Азиз Куманов из 34-й школы планирует поступить в Алматинский колледж. Я мечтаю стать артистом или певцом знаменитым и порадовать своих родителей, самое главное. Что тебе не понравилось, что запомнилось? Все понравилось, если честно, все прекрасно. В технический колледж хочу поступить. Очень привлекательные профессии. Выставку по графику посетили выпускники городских школ, городов-спутников и близлежащих сельских школ. Каждый абитуриент, сравнивая предлагаемые услуги, сможет выбрать то, что действительно ему подходит. Лариса Кусынова, Исламбек Успан, Александр Сирикидзе, 1-й Карагандинский. Молодежь за безопасность дорожного движения. Под таким девизом состоялась акция, которая поможет снизить аварийность на дорогах Караганды, а также случаи дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В акции принимали участие сотрудники местной полицейской службы и активные студенты города. Акцию организовали сотрудники молодежного ресурса совместно с местной полицейской службой ДВД Карагандинской области. Главная цель мероприятия – привлечение общественности к проблемам безопасности дорожного движения. Нужно отметить то, что основное внимание было направлено на проблему перевозки детей в автомобилях. Мероприятия, чтобы подобного формата были в республиканском, не только областного формата, но и в республиканском. По всей республике проходили такие акции, чтобы не только наказывать водителей за нарушение правил дорожного движения, а в целях профилактики проводить работы с водителями, с пешеходами, с детьми, со всеми участниками дорожно-транспортных происшествий. На протяжении всей акции сотрудники местной полиции останавливали водителей и проводили блиц с опросом на знание правил дорожного движения. Автомобилистам вручались буклеты на дорожную тематику и дарились подарки детские удерживающие устройства адаптеры. На сегодняшний день у нас произошло 24 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, из которых двое детей, к нашему сожалению, погибли. 29 детей получили травмы различной степени тяжести. Данным видом ДТП послужили такие условия, как нарушение правил дорожного движения детьми, в качестве пешеходов и в качестве пассажиров. Подобные устройства набирают популярность по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения, детские удерживающие устройства позволяют снизить смертность среди детей на 54%. Как нам известно, чаще всего несчастные случаи на дорогах случаются именно с детьми. Хотелось бы напомнить, будьте бдительными на дорогах. А сердце Замбаева, Жаксулык Нурта и Александр Цирикидзе, первый карагандинский. И последнее на сегодня. 27 апреля в Караганде состоится 4-й международный инвестиционный форум «Караганда Инвест-2016». Форум станет современной площадкой для эффективного диалога бизнеса и государства, созданной для обсуждения перспектив инвестиционного и инновационного будущего Казахстана. На мероприятии планируется выставка проектов для потенциальных инвесторов в таких важных для региона направлениях, как агропромышленный комплекс, недропользование, государственно-частное партнерство, строительная индустрия и туризм. На форуме будут представлены лучшие действующие проекты Карагандинской области. В завершении будет проведено пленарное заседание и подписание меморандумов и соглашений, также заседание Совета и иностранных инвесторов. Форум состоится 27 апреля 2016 года в городе Караганда по улице Алиханово, 4, здание Карагандинского областного филиала партии Нурутан. Регистрация участников осуществляется на сайте форума karagandainvest.kz. О новостях на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амансов Волгстар. Субтитры создавал DimaTorzok